Ну вот сейчас я привожу, Иннокентий, у нас на экране сигнал из Ханчжоу, мы видим ребятишек, приветствующих членов саммита Большой Двадцатки. Красивый город Ханчжоу, зеленый, это действительно один из самых великолепных городов, Марко Пола был прав. Рай на земле, это уже согласно. Да, это рай на земле в Китае так называют. Вот главы государств, главы международных организаций сейчас прибывают в международный конференц-центр, где их лично будет приветствовать председатель КНР Си Дин Пин. Кстати, хочу отметить, что главы государств прибывают на автомобилях китайского производства в Хун Ти. Да, Красное Знамя. Красное Знамя в переводе с китайского, это первый бренд легковых автомобилей. Ну, премьер-министра Испании, да? Да, премьер-министр Испании приехал в Ханчжоу. Первыми навстречу приезжают лидеры развивающихся государств. В данном случае мы видим премьер-министра Таиланда, Праюта Чану Чан. Таиланд принимает активное участие в саммите G20 в качестве нынешнего председателя группы 77. Это крупнейшая межгосударственная организация развивающихся стран, действующая в рамках ООН. Сейчас пребывает президент Иданей Жукова. Сейчас посмотрим. Сингапур. Да, Сингапур. Премьер-министра Ли Синг-Лун. Он приглашен на саммит в качестве почетного гостя. Кстати, Китай является самым крупным торговым партнером Сингапура уже по три года. И Сингапур важный торговый партнер Китая среди стран Асьян. Сейчас мы смотрим. Пребывает премьер-министра Канады. Частью труда. Кстати, отец с частями труда тоже был в свое время. Труда старше, в основном, эти отношения с Китаем. Так что, у меня такие исторические связи с Канадой. Вот пребывает премьер-министр Японии Синза Абе. Синза Абе. Да. Синза Абе только завершил свои визиты в Россию в Владивосток. Он принял участие в Восточном экономическом форуме. И там провел переговоры с президентом России Владимир Путина. Но стоит отметить, что это второй визит Синза Абе в Китай после вступления на пост премьер-министра Японии. С 2012 года. Да, я бы сказал, это очень, так сказать, редкий визит, поскольку отношения с Китаем и Японией находятся на очень прохватном положении. Вот это Туск. Дональд Туск. Дональд Туск? Да. Дональд Туск возглавляет Европейский совет. Да, руководитель Министерной организации. Далее. К нам едет президента Франции. Чада, скорее всего. Да, президент Чада Идрис Деби Инта. Он приглашен на саммит в качестве действующего председателя Африканского союза. Чада – это пятая по величине страна Африки. И Китай сотрудничает с этой страной в отрасли энергетики. Да, кстати, Чада в этом году является страной председателя Африканского союза. Вот. Так, сейчас у нас на экране премьер-министр Австралии. Китай является одним из основных торговых партнеров Австралии. В апреле этого года Мальком Тренбул был здесь с визитом в Китай. Жан-Клод Юнкер. На наших нах, председатель Европейской комиссии. Юнкер, кстати, недавно в июле был в Пекине. Принимал участие в 11-й торгово-промышленном саммите Китая и Евросоюза. А сейчас, по-моему, прибывает президент Франции Франсуа Олан на экране. Сейчас посмотрим. А, это премьер-министр вообще Италии, Ренции. Да, это премьер-министр Италии. Да, очень молодой, энергичный политик, европейский политик. Я бы сказал, что Ренции это очень яркая личность. Он стал премьер-министром Италии в 2014 году, когда ему было всего 35 лет. А это вообще самый молодой премьер-министр в истории Италии. Да, и в 2014 году Ренции совершил визит в Китай. После переговора с китайской страной он вообще объявил о согрешении процедуры потачи. Сейчас на наших экранах президент Лаоса. Я прерву президент Лаоса. Пуньянг. Президент Лаоса Пуньянг. Он сейчас является представителем Осьяна. Именно на 2016 году. Естественно, он принес целый пакет приложений. На площадку с вами большой отставки. Это, по-моему, исполняющий обязанных президент Празилии. Это уже новый президент Бразилии. Уже новый президент, да? Обещает Эмир. Бразилия не только важный участник большой отставки, но и участник БРИКСа. Да, участник группы БРИКС. Сегодня состоялась неформальная встреча участников группы БРИКС до саммита G20. Лидеры пяти быстроразвающихся стран сверили часы по политике. На наших экранах президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Да, сейчас китайско-казахстанное отношение находится на очень высоком уровне. И сейчас активно обсуждает, возможно, сопряжение китайских проектов. Светлый путь казахский и полосы путь китайский. Нурсултан Назарбаев будет пять дней находиться в Пекине, совместив с официальным визитом. На наших экранах президент Сенегала Макисал. Еще до отъезда в Ханчжоу он отметил, что саммит G20 передаст импульс росту мировой экономики. Надеется на то, что будет особое внимание уделено развитию африканских государств. Президент Египта Абдель-Патах Ассиси впервые принимает участие в саммите G20. Сюда он приехал в качестве почетного гостя. И его визит многие наблюдатели отмечают, что может дать серьезный стимул развитию экономики Египта. Кстати, Египт тоже впервые был проколошен по площадку почета осадки. В этом году, кстати, Египет и Китай отмечают 60-летие дипотношений. На наших экранах президент Аргентины Маурисио Маккри. Да, Маурисио Маккри вообще-то принес приложение по избавлению пятноты, поликолоба масштаба, ликвидация, скажем, наркопарьера, курьеров. И также вопрос о хранении окружающей среды. В следующем году будет отмечаться 45-е годы община со дня установления дипотношений между Китаем и Аргентиной. И лидеры Аргентины высоко оценивают успехи сотрудничества с КНР и говорят, что многому можно учиться в Китае. И в следующем году состоится официальный визит президента Аргентины Маккри в Китае. А в 2018 году, кстати, в Аргентине пройдет G20. На наших экранах президент Мексики Эндрике Пенни нет. Кстати, он довольно активный участник в работе организации G20 на саммите группы 20 в ноябре прошлого года в Турции. Он активно отстаивал механизм совершенствования глобальной торговли. И он яро выступает за активизацию роли малого и среднего бизнеса в международной экономике. Сейчас прибывает, по-моему, президент Индонезии, Джоку Видоду, нет? Индонезия, да, Джоку Видоду. Да, Индонезия... Это, кстати, единственный представитель стран Юго-Восточной Азии в G20. Да. Китай, опять же, является первым торговым партнером Индонезии. Вот, а Индонезия является пятым партнером Китая в Асиане. Кстати, интернационализация китайского юаня. И в настоящее время в расчетах двух стран примерно 10% от общего объема товарооборота используется в юанях. Прибывает президент ЮАР ЗУМа. Да, вот Южно-Африканская республика, единственная страна из Африки, да, вот, которая принимает участие в саммит большой трассатки. Ну, ЮАР — это вторая крупнейшая экономика на Африканском континенте. В декабре прошлого года Сидинпин посетил Южно-Африканскую республику. Тогда было подписано достаточно много документов, двусторонних соглашений на сумму 40 миллиардов юаней. В основном такие отрасли, как энергетика, туризм, горнодобывающая промышленность. И, кстати, ЮАР рассматривает инвестиции Китая в свою страну как один из путей выхода из кризиса. Да, на сегодняшний день свои собственные или совместные заводы в ЮАР открыли или финансировали более 200 китайских предприятий. Я напомню, мы ведем прямую трансляцию из Ханчжоу. Там открывается саммит большой двадцатки. Лидеры 20 развитых стран. На наших экранах сейчас... Да, президент Франции. Франсуа Оландом. Кстати, в прошлом году из-за терактов в Париже президент Франции Франсуа Оланд отменил свою поездку в Турцию на сэммит G20. В этот раз он хочет максимально эффективно использовать встречу. В международном уровне готов провести переговоры с Владимиром Путиным и с Ангелой Меркель. Да, Франция, кстати, она из-за любимых стран для китайских туристов. Хороший шоппинг Франции, так считают китайские туристы, оставляют там достаточно много денег. Франции, французы это понимают, всячески стимулируют поток из Китая. Да, и поэтому Франция и укрепляет связи с Китаем, чтобы выработать меры, полученные больше туристов из Китая. Кстати, да, туризм является одной из ключевых отраслей французской экономики. Примерно занимает 7% от ВРТ. Ну и, конечно, заобеспечивает работой достаточно большое количество людей. Ханжел приветствует участников саммита G20. Да, прибывает канцлер Германии Ангель Меркель. Вот мы видим кортеж. Ангель Меркель прибыла в Ханжел только сегодня утром. Еще не успела провести даже серьезные переговоры. Да, это 10-й визит Ангели Меркель в Китай после вступления должности в 2005 году. На самом деле, Ангель Меркель довольно так и часто посещает Китай. И среди всех лидеров европейских стран в Соединенных Штатах, Меркель чаще всех посещает Китай. Это, конечно, говорит об инвестивности развития наших стран, особенно за последние 10 лет. И в то же время, да, Германия крупнейший торговой партнер Китая в Евросоюзе. На наших экранах канцлер Германии Ангела Меркель. Да, и, скорее всего, сейчас Ангель Меркель очень заботится о проблеме ПИЖСа в Европе. Берлин выступает за их прием, однако из-за ухудшения ситуации, безопасности, конечно, в стране очень многие люди против. И, собственно говоря, в других европейских странах тоже выступают против. Но этот вопрос, кстати, Ангела Меркель хочет поднять с лидерами других стран на саммите G20. И, кстати, сейчас в рамке, на площадке G20 и в Ханчжоне запланирована встреча Англии Меркели с президентом России Владимиром Путиным. Так, значит, Владимир Путиным будет в 11-м встречаться и с Англией Меркель, и с Оландом. — Сейчас прибывает, по-моему, президент Республики Кореи. — Да, на наших странах Пак Кингхэм, президент Республики Корея, первая женщина-президент в истории Республики Корея. Кстати, она отлично владеет китайским языком и достаточно популярный политик среди китайского населения. — Да. Да, напоминаю, что в прошлом году Китай и Республика Корея уже подписали соглашение о свободной торговле. — Достаточно хорошее соглашение, потому что документ подразумевает отмену пошлин на 92% товаров из Китая. — На 20 лет? — Да, на 20 лет. И на 91% товаров из Республики Корея. То есть поклонники корейской косметики, одежды и китайских товаров в Корее могли только поаплодировать данному решению. — Пак Кингхэм также совершила визит в Россию, в городе Владивосток, пару дней назад, где она принимала участие в работу в Восточном экономическом форуме. И там, собственно говоря, прошла встреча с Владимиром Путиным. — Премьер-министр Индии Нарендра Моди. — Совсем недавно прошла встреча между председателем КНР Сидиньпином и премьер-министром Индии в июне этого года. — Так как сегодня утром они еще встречались на площадке Прикс. — Да, кстати, еще ранее встречались. — Да, еще ранее, да. Неформальная встреча лидеров Прикс. — Ну что же говорить, Индия — это очень важный партнер Китая, это крупная страна в нашем мире, это такой кикан сосед наш. — Ну вот, кстати, у Индии также одна из главных забот на саммиты — это интересы развивающихся стран в международной торговле, пересечении трудовых сил на мировом рынке, а также вопросы, связанные с изменением климата. Эти темы будут продвигаться премьер-министром Индии Нарендра Моди. — Да, и Моди уже вырезали готовность объединить усилия с Китаем для укрепления сотрудничества в различных областях. По мнению наших лидеров, Китай и Индия имеют гораздо больше сходств, нежели развития. — На наших экранах сейчас Ханчжоу, один из древнейших городов Китая. Кортежи с лидерами G20 прибывают к международному конференц-центру, где пройдет встреча лидеров, где будут обсуждены главные вопросы, которые волнуют сейчас мир. — Главная повестка дня — это выход из кризиса мировой экономики и новые драйверы развития экономики. Конвойный отряд для сопровождения высоких гостей проводит машины до международного конференц-центра. Прибывает новый лидер. — Ага, сейчас прививается президент Турции. — Судя по флагу, это президент Турции — Раджеп Тейпердоган. — Да. Китай и Турция установили тип отношений в 1971 году. И напоминаю, что именно в прошлом году, в ноябре, Турция успешно провела саммит G20 в Анталии. А в этом году уже очередь ошла до Китая. Турция пытается пользоваться не только моментом для обмена мнением о клан политики. — На площадке G20 он также хочет провести некоторые важные встречи с другими лидерами. — Да, в том числе и с президентом России Владимиром Путиным. Поэтому мы все ждем. Сейчас состоится ли и до встречи, и какие результаты, поскольку этого лидера недавно встречались в Петербурге. — Китай — второе по величине торговой партнер для Турции. — В прошлом году объем товарооборота между двумя странами превысил 27 миллиардов долларов. Главная статья экспорта страны в Китай — это «Полезные ископаемые». — Кстати, в последнее время Турция также стала наиза любимым местом для китайских туристов. Сейчас многие люди действительно едут в Турцию. — Ну, туризм для Турции — это тоже главная статья дохода в бюджет. И политические события в этом году подорвали туристический сезон в Турции. Это создало очень много неудобств для людей, которые задействованы в этой отрасли. — Ну, с китайской стороны также есть намерение укрепить двусторонние отношения с Турцией, развивать сотрудничество на практическом уровне, усилить документарный обмен. — Сейчас на наших экранах крупным планом международный выставочный центр Ханчжоу. Он находится на южном берегу реки Дянтандян в районе Сяошань. Такое прямоугольное современное здание. Центр — одно из крупнейших сооружений в Китае, достаточно масштабный. В периметре он 2 километра, а его общая площадь — 840 тысяч квадратных метров. Центр недавно был построен. Отделочные работы и строительство завершились в апреле этого года. Как раз спешили к саммиту. Ханчжоу и 11-й саммит лидеров Большой Двадцатки — это первое мероприятие международного уровня, которое проводится в этих стенах. — Да, и выбор Ханчжоу, мне всегда кажется, не случайно. Не только потому, что это один из самых древних городов Китая. И не потому, что здесь очень красивый природный пейзаж. Напоминаю, что представитель Канера Си Цзиньпин в свое время здесь работал. Как родители провинции Чжэзьян. Как раз Ханчжоу является центром города этого провинции. — Но не только поэтому выбран город Ханчжоу в качестве места проведения саммита G20. Это еще и один из самых быстро развивающихся городов Китая. — Хотя, да, многие люди, наверное, знают, что такие крупные города Китая — Пекин, Шахай, Куанчжоу или Шэнчжэн. На самом деле, Ханчжоу в этом плане вообще не уступает. И по экономическому потенциалу, и по финансовой возможности. — И по комфорту жизни. — Да, по комфорту жизни. — Нет, это вообще, да, можно перечислить китайского города первого разряда. — И, кстати, Всемирный банк неоднократно признавал этот город лучшим по инвестиционному климату в Китае. — Да, сегодня в Ханчжоу облачная погода, вот как мы по экрану видим. — Ну, хорошо, не жарко. — Да, но традиционно, вот Ханчжоу, как южный город, очень мягкий климат всегда, большая влажность. Вот такой мягкий климат, конечно, очень полезный для здоровья, поэтому, может быть, это тоже один из выборов, да, вот причин выбора, именно почему он упал на Ханчжоу. — Ну вот машина с еще одним участником саммита G20. Судя по зеленому флагу, это Саудовская Аравия. Сейчас нам покажут крупным планом. — Да. — Да, это флаг Саудовской Аравии. — На саммите Саудовскую Аравию представляет заместитель наследного принца, второй заместитель премьер-министра, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммад Иби Салман. — Я бы сказал, это достаточно молодой политик. — Ему 31 год всего. — 31 год, да. — Это сын правящего короля. — Да. — Саудовская Аравия — единственная арабовская страна в G20. — Но Риат неоднократно подчеркивал, что готов углублять сотрудничество с Пекином и в рамках G20, и, конечно же, двустороннее сотрудничество. — Да. Саудовская Аравия — крупнейший посадщик с РОИ нефтью в Китае. — Да, и я так думаю, что если о чем поговорить, взаимодействие между Китаем и Саудовской Аравией стабильно укоряется именно в строительстве инфраструктуры, но также в сфере инвестиций и трудовых ресурсов. — Сейчас пребывает президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама. Нынешний саммит для Барака Обамы последний в качестве президента Соединенных Штатов. Это его третий визит в Китай. Кстати, Соединенные Штаты — одна из крупнейших экономиков в группе 20. Страна и проводила на своей территории саммит G20 два раза в 2008 году, в 2009 году. — Встреча Сидинпина и Барака Обамы вызвала, вызывает большой интерес на полях саммит G20, вызывает большой интерес у журналистов. Об этой встрече пишут не только средства массовой информации Китая и США, но также даже и России. — По статистике, в прошлом году объем товарооборота между ГНР и США превысил 558 миллиардов долларов. — Это крупнейший товар партнеров. — Да. — Напомню, мы видим прямую трансляцию из Ханчжоу. Там сейчас готовится открытие саммита Большой двадцатки. — А сейчас мы на экране увидим премьер-министра Великобритании. — Новый премьер-министр Великобритании — Тереза Мэй. — Тереза Мэй, активно поддерживающая политику Брексита. — Кстати, это первый визит Терезы Мэй в Китай в качестве премьер-министра Великобритании. И вот выход Соединенного Королевства из ЕС будет также одной из тем саммита Ханчжоу. — И я думаю, что стоит отметить, что Великобритания — одна из стран, которые выступают за предоставление Китаю статуса рыночной экономики. — Да. — На наших экранах председатель КНР Си Дин Пин. Сейчас он приветствует главу Организации Объединенных Наций Пан Ги Муна. — Да. — Срока полной мощи Пан Ги Муна заканчивается уже в этом году, 31 декабря. — Так что Пан Ги Муна в последний раз принял участие G20 в этом качестве. — Пан Ги Муна сейчас посещает Китай, он всего 11 раз посещал Китай. — Только в этом году это уже его третий визит в Китай. — А сейчас председатель КНР Си Дин Пин встречает Акостьей. — Да, генеральный директор Международной Организации Труда сейчас, пожалуй, у Си Дин Пина. Подходит сейчас в Голубом Кристин Лагард, директор Международного Валютного Фонда. — Это ее третий визит, кстати, в Китай в нынешнем году. — Президент Всемирного Банка Джим Йон Ким. — Два месяца назад Джим Йон Ким посетил Пекин, договорился о расширении сотрудничества в условиях здравоохранения и укреплении глобальной экономической стабильности. — На наших экранах генеральный секретарь Организации Экономического Сотрудничества и Развития Хосе Тривиньо. — Теплов приветствует. Генеральный секретарь Организации Экономического Сотрудничества и Развития Хосе Тривиньо. — Снова на наших экранах... — Заместитель наследного принца. — Саудовской Аравии. — Второй заместитель премьер-министра Саудовской Аравии. — Мухаммад Ибусама. — Синджапун. — Глава Сингапура. — Да, Висин Лун. — Кстати... — Сейчас товаропород между Китаем и Сингапуром уже достигает 80 миллиардов долларов. — Глава Всемирной Торговой Организации Роберто Азиведо. — Глава Всемирной Торговой Организации Роберто Азиведо. — Глава Испании на наших экранах. — Да, Барьон Арахой прошел. — Сейчас премьер-министра Таиланда. — Да, Парают Чанча. — Парают Чанча. — Председатель КНР Си Цзиньпин приветствует участников саммита G20. — Глава Европейского Совета Жан-Кулкин Керп. — Глава Европейского Совета Жан-Кулкин Керп. — Дональд Туск, глава Европейской комиссии. — Скорее всего, председатель Евросовета. — Председатель Европейского Совета Дональд Туск. — Да. — Да, конечно, очень легко путаться в европейских организациях, да, Еврокомиссии, Евросоветы и так далее. — Премьер-министр Великобритании. — Премьер-министра Канады. — Премьер-министра Индии. — Нарандра Моди. — Да. — Оба лидера встречались только сегодня утром. — Вот еще раз встреча. — В рамках объединения премьер-министра Италия Ренси. — Премьер-министра Италия Ренси. — Да. — Как он увидел, Ренси ранее в интервью заявил, что Италия очень обращает внимание на тринадцатый пятилетку Китая. — Премьер-министр Японии Си Забе. — Да, Си Забе. — Его приветствует председатель КНР Сидинькин. — Подходит Тереза Мэй. — Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании. — Кстати, уже несколько недель я заметила, что женщин выбрали красный, любимый цвет китайцев. — Президент Франции Франсуа Улан. — Президент Мексики. — Президента Мексики Энрике Пеньянето приветствует председатель КНР Сидинпин. — Айди Центр Сайси — Сейчас подходит президент Экипид. — Абдель Фатах Асси — Абдель Фатах Асси — Абдель Фатах Асси — Абдель Фатах Асси Продолжение следует... Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана. Да, хотел бы отметить, что сейчас сложились очень теплые личные отношения между представителем Нариси Цзепина и президентом Назарбаевым. Аргентин-总统 Маккори. Президент Аргентина. Мауриси Маккори. Кстати, в следующем году будет отмечена 45-я годовщина со дня установления теплоотношений между Китаем и Аргентином. А через два года САМИЧ-20 пройдет в Аргентине. Сейчас подойдет президент Лаоса, Буниянг Нараячит. Ба-Си-Зонтон Тэмэр. Президент Бразилии. Новый президент Бразилии. Буквально на днях он вступил в должность. Да, Мишель Тэмэр. Сейчас Китай является первым по величине торговым партнером. Вот Бразилия. Президент Единезии. Витуту подойдет. Турция-总统 Маккори. Раджетей Прадаган, президент Турции. Его приветствует председатель КНР Си-Диньпин. В прошлом году Турция принимала саммит Большой Двадцатки. Сейчас подойдет президент Синекала. Макъесаль. В общем, Синекала в последнее время работает над проектом региональной интеграции, особенно в Западной Африке. Президент Кореи Пак Кэнхэ. Да, тоже в красном. Это случайно вы породили? Я думаю, они просто не договорились. Я думаю, что случайно совпадение, скорее всего. Вот, сейчас подойдет президент Си-ОАр Зума. Ну и, конечно, президент Соединенных Штатов Америки. Президент О'Опама, вот, типично то, что называется, калибусская улыбка. Ну, это его последний визит на саммите G20 в лице президента Соединенных Штатов. Горосы, донтон Путин. Президент Владимир Путин. Президент России. Да, в этом году они же уже проведет пятая встреча по счету. Да. Это вот достаточно интенсивная, скажем, да, вот встреча. Канцлер Германии Ангела Меркель. Что-то долго обсуждают. Да, интересно, что они сейчас обсуждают. Да, вот возник интересный момент. Ангела Меркель что-то спрашивает у президента Соединенных Штатов. Вот они общаются через переводчика. Да, через переводчика. Ну, кстати, такие моменты, человеческие моменты, да, не избегаются, в общем, даже при таких серьезных встречах. Конечно, они даже достаточно интересные, куда интереснее, чем официальные моменты. Да. Они продолжают разговор. Да, несмотря на то, что остальные лидеры уже подходят, да, готовятся к общему фотографированию. Да, продолжаются беседы. Я полагаю, что Ангела Меркель восхищается городом Ханчжоу, потому что это действительно один из самых красивых городов Китая. Ну, в общем, повыражен лицо, в общем-то, тема достаточно легкая. Да, легкая. Явно не обсуждают вопрос о пижинце в Европе. Да, сейчас мы видим уже общее фотографирование, так? Это традиционная часть подобных мероприятий, общая фотография. Она тоже всегда очень интересна для журналистов. Аналитики всегда просто приковываются к экранам в ожидании, как будет выстроен ряд. Кстати, как эти лидеры найдут себе место? Вот мне тоже интересно. Ну, ведь заранее репетиция невозможна. Да, им сообщают о месте заранее службы протокола, либо они выстраиваются по желанию. Ну, вот по регламенту, в общем, разрешает, да, вот, клеить, так сказать, маленькие флажочки, как раз, да, вот, на полу, вот, где будут стоять эти лидеры, вот, они просто ищут свой национальный флаг и там просто есть, да. Вот, что-то обсуждает активно Владимир Путин с РТКН. Ангела Меркель возле председателя КНР, далеко от него не отходит. Видно, не закончила свою тему. Вот, с левой стороны, председатель КНР Ситимпин, президент Турции, РТКН. Следом Владимир Путин, Франсуа Оланд и ПКХ. С правой стороны Меркель, Пара Клопама, да? Зума. Ну, что-то сенсационного в построении не было, в принципе, ожидаемый, был ожидаемый ряд. Сейчас лидеры, участники саммита Большой Двадцатки поднимутся на четвертый этаж в конференц-зал. Ну, вы, не знаю, обратили внимание, вот сейчас разговаривает президент России Владимир Путин с Ситимпином. В первых. Мне кажется, они просто поправки идут вместе. Ну да, у них слишком частая встреча. Да, и о чем-то обсуждают, а так и выглядит, естественно. У нас в наших рынках лидеры России, лидеры России и Китая. Кстати, Владимир Путин приехал на саммит в Ханчжоу из Владивостока, там проходил Дальневосточный форум. Очень забавная история была, китайские бизнесмены, китайские предприниматели пожаловались президенту России о том, что мало мороженого российского поставляется на китайский рынок. А так китайцы любят русское мороженое. Ну и попросили решить этот вопрос на высоком уровне во время встречи с главой китайского государства. Да, и по сообщению Владимир Путин обещал привезти к Китаю мороженое. Да, лично поставлять главе государства мороженое, раз уж тут такая любовь к российскому продукту, он даже не ожидал, что это целый стратегический ресурс мороженое из России. Я думаю, что чуть позже мы узнаем, подарил ли Владимир Путин Сидзиньпину мороженое. Да, сейчас лидеры встречи Большой Двадцатки понимаются на первых этаж. Где, собственно, и пройдет уже форум Большой Двадцатки? С приветственным словом выступит председатель КНР Сидзиньпин. Он обрисует нынешнюю ситуацию экономическую в мире, на фоне которой проходит саммит Большой Двадцатки. Как предполагается, ну и, естественно, задаст несколько тем для развития. Президент Путин продолжает обсуждение с председателем Сидзиньпином. Скорее всего, председатель КНР Сидзиньпин рассказывает о строении этого здания. Международный выставочный центр в Ханжуу достаточно новое здание. Его построили буквально полгода назад. И саммит G20 — это первое мероприятие международного значения, которое проводится в стенах этого здания. Похвастать есть чем, потому что это одно из самых больших сооружений в Китае. Его общая площадь — почти 900 тысяч квадратных метров. Конференц-центр сам может вместить до 6 тысяч человек. Надо сказать, что китайская сторона показала очень высокий прием президента Владимира Путина. Вот они идут в центре. Вот выстраивается четверка. Председатель КНР Владимир Путин, председатель КНР Сидзиньпин, Владимир Путин, президент России Ангела Меркель, рядом Франсуа Оланд. А теперь Владимир Путин пересказывает Ангеле Меркеле. Он хорошо владеет немецким языком, скорее всего, на немецком языке. О том, как шло строительство здания, во всяких архитектурных изысках этого здания. Самый масштабный в этом году саммит проходит G20 в Ханчжоу. Китай на правах председателя пригласил также достаточно большое количество участников из раздающихся стран. И в этом году впервые на форуме G20 будет услышан голос развивающихся стран. На наших экранах зал заседания. В гостей участников форума приветствуют журналисты и другие участники форума. Это и переводчики, и члены делегаций. Главная тема форума саммита G20 в этом году – строительство инновационной, динамичной, взаимосвязанной и инклюзивной экономики. Владимир Путин шутит сейчас с наследным принцем Саудовской Аравии. Все рассаживаются по своим местам. Буквально через несколько минут будет официальное открытие саммита Большой Двадцатки. Ну и затем, конечно, заседание первого этапа. Ключевые темы форума – это развитие толчок, драйверы для мировой экономики, новые пути за счет инноваций развития. Кроме того, зеленая экономика. В этом году будет много говориться о так называемых зеленых финансах, о тех средствах, которые будут направляться на энергетически безопасные проекты. Да, помимо вопроса более эффективного экономического и финансового управления, стимулирования международной торговли и института, здесь должны и выработать принципы по международной работе, по борьбе с коррупцией, возвращение активов, создание исследовательства центров в этой сфере и разработать план действия в борьбе. По совместной борьбе с коррупцией, а вообще тема коррупции в мировом масштабе сейчас довольно активно обсуждается, чтобы сказать, берегите свои активы, коррупционеры, потому что Китай сейчас сотрудничает практически с большим количеством стран по возвращению своих активов и возвращению на родину белых коррупционеров. Да, помимо этого, здесь еще обсудят вопрос реализации Парижского соглашения об измене климата. Конечно, сами считываются еще тоже укрепить репрезентативность, право, колоса и влияние развивающих стран. Также будут обсуждать программу устойчивого развития ООН до 2030 года. Это одна из актуальных тем – борьба с бедностью, обеспечение продовольствием, создание новых рабочих мест. Да, я думаю, что Китай также будет призывать к сотрудничеству по проекту строительства пояса пути, продвигать международное сотрудничество в области производственных мощностей, содействие либерализации мировой торговли и юстиции. Эти вопросы все важны, ключевые, скажем, для Китая на данный момент. Еще раз напомню, мы ведем прямую трансляцию из города Ханчжоу. Здесь, в эти минуты, открывается саммит «Большой двадцатки», куда съехались лидеры 20 крупнейших экономик мира. В этом году на правах председателя Китай пригласил также некоторые развивающиеся страны, чтобы дать понять, что развивающиеся страны имеют также полное право принимать активное участие в развитии мировой экономики. Заседание вот-вот начнется. На открытии заседания «Большой двадцатки» будут вступать, присоединили КНР к Си Цзи Пим. Ну вот, мы передаем слово синхронному тревогу. Я объявляю фанчжоускими сами двадцатки открытым. Для меня большая честь встретиться с вами, фанчжоу. Хотел бы поприветствовать всех вас. Саммит группы «Двадцати» в Анталии, который прошел в прошлом году, оказался очень успешным. Хотел бы воспользоваться возможностью поблагодарить еще раз Турцию за прекрасно проделанную работу и замечательные результаты, достигнутые вам, как председательство, Турции. Под темой коллективных действий к инклюзивному и динамичному росту. Турция обеспечила достижение успеха в области инклюзивности и повышения инвестиций. Китай высоко приветствует усилия Турции по самым разным направлениям, как председательство, в двадцатке. В предстоящие два дня под темой этого саммита мы рассмотрим возможности координации политики, повышение эффективности глобального экономического управления, динамичное развитие международной торговли и инвестиций, всеобъемлющим взаимосвязанным развитием, но также многие другие вопросы и сложности, с которыми сталкивается глобальная экономика. Восемь лет назад, когда разгорелся международная финансовая кризис, двадцатка проявила подлинное партнерство единства и смогла вернуть глобальную экономику на путь глобальной стабильности и восстановления. Сегодня, спустя восемь лет, мировая экономика в очередной раз подошла к критическому моменту. Высокая динамяка роста в результате научного и технологического правила сейчас спадает, а новая индустриальная революция только набирает обороты. Население в основных экономиках мира стареет, наблюдается спад прироста населения, что создает дополнительное экономическое социальное давление на самые различные страны. Экономическая глобализация также сталкивается с определенными отрицательными последствиями протекционизма, которые сейчас набирают обороты. Режимы многосторонней торговли также находятся под беспрезидентным давлением. Несмотря на достигнутый существенный прогресс в области финансовой реформы регулирования, риски чрезвычайной зарегулированности и пузырей продолжают растать. Учитывая все эти факторы, мировая экономика хоть и движутся на пути восстановления, сталкиваются с большим количеством сложностей, которые сводятся к высоте финансовой экономики, как замедленный темп роста, замедленное развитие международной торговли и инвестиций. Заток состоит из скорбнейших экономик мира. Международное сообщество ожидает многого от 20-ки, и ожидает многого, в том числе, от Ханчжуфского саммита. Надеюсь, что этот саммит предложит решения, которые помогут предотвратить и исправить симптомы и крылья крещены экономических проблем, а также достичь уверенного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста экономики. Перед лицом этих сложностей мы должны укрепить именно российскую координацию на экономической политике и совместно продвигать рост, поддерживать международную финансовую стабильность. Члены 20-ки должны реализовывать более всякому экономическую политику с учетом национальных обстоятельств и координировать фискальную, денежно-кредитную и структурную политику власти проведения реформ для того, чтобы наращивать мировой спрос и создавать основы глобального развития. Мы должны преодолевать расползание негативных последствий по всему миру. Перед лицом этих перемен мы должны вступить на новый путь роста и создать новую динамику для роста. Двадцатка должна изменить свой подход к формированию политики и уделять не менее важное внимание как краткосрочным, так и среднесрочным мерам политики как со стороны спроса, так и со стороны предложения. В этом году мы согласовали контуры инновационного роста двадцатки и приняли единогласное решение вступить на новый путь, открыть новые границы для развития мировой экономики посредством инноваций структурных реформ, новой индустриальной революции и развития цифровой экономики. В-третьих, при третии этих сложностей мы должны совершенствовать глобальное экономическое управление и укреплять институциональные основы. Двадцатка должна продолжить совершенствовать денежно-кредитную систему и систему управления Международных финансовых институтов для того, чтобы полностью урегулировать и усовершенствовать роль специальных правообладельствований МВФ. Мы должны укреплять глобальную сеть финансовой безопасности, наращивать сотрудничество области финансового регулирования, международное системного обложения, борьбы с коррупцией для того, чтобы повысить жизнеспособность мировой экономики, особенности во времена рисков. В этом году мы возобновили работу рабочей группы по меженному финансовому архитектуру. Надеюсь, что усилия в рамках этой группы продолжатся и будут все более эффективными. В-четвертых, с учетом всех этих сложностей, мы должны выстраивать открытую мировую экономику и продолжать содействовать упрощению и либерализации торговли и инвестиций. Двадцатка должна выполнять свои обязательства по невведению и отказу от новых протекционных мер, принимать решительные шаги по стимулированию торговли. Необходимо повышать взаимосвязанность инфраструктуры для того, чтобы привлечь крупные компании и малосредние предприятия в глобальную цепочку создания стоимости, для того, чтобы сделать мировую экономику более открытой и интегрированной. В-четвертых, с учетом всех этих сложностей, мы должны реализовать повестку дня в области устойчивого развития 2020 года и способствовать всеобъемлющему инклюзивному развитию. Согласно состатистическим данным, Кавицин Гинни превысил уже и так тревожный уровень составляющего 0,6 десятых и составил уже 0,7 десятых, что вызывает серьезную беспокойность, если мы должны взяли самое пристальное внимание этой проблеме. В этом году вопросы развития занимают важное место в повестке дня в отладке. Мы сформулировали план действий по реализации повестки дня по устойчивому развитию 2020 года. Мы также будем продвигать индустриализацию Африки и наименее развитых стран, обеспечивать более широкий доступ к энергетикам, продвигать доступ к финансовым источникам и привлекать молодежь к развитию предпринимательства, созданию новых предприятий, для того, чтобы создавать преимущество для народа всех стран. Уважаемые коллеги, «Двадцатка» многое ожидает от сегодняшнего заседания, и мы надеемся, что мы оправдаем чаяния международного сообщества и вернем развитие экономики на путь устойчивого развития. В первую очередь, «Двадцатка» должна соответствовать новым реалиям и продвигать путь вперед. Она должна адаптироваться и учитывать потребности глобальной экономики и дальше преобразовывать себя из механизма реагирования на кризис в формы, отвечающие за вопросы глобального управления. «Двадцатка» должна сыграть ведущую роль и стратегическое видение организации должно установить направление нашего развития и продвигать нас на пути нового уровня развития, нового качества развития. «Двадцатка» должна выполнять свои обязательства. Мы должны превратиться в команду, которая принимает конкретные меры, вместо того, чтобы просто собираться для того, чтобы обсудить вопросы. Мы предусмотрели меры политики в самых различных областях, в том числе зеленое финансирование, энергоэффективность, борьба с коррупцией. Каждый из планов действий должен получить свое развитие. «Двадцатка» должна стать платформой для сотрудничества на основе совместных усилий, которые создают преимущество для всех. Мы должны продолжать укреплять институциональные основы «Двадцатки» для того, чтобы поддерживать и укуплять наше сотрудничество. Мы должны, учитывая точки зрения всех стран, в том числе развивающихся стран, для того, чтобы сделать «Двадцатку» более инклюзивной и повысить ее эффективность реагирования на чайные развитых и развивающихся стран. Мы должны распрямлять друга как партнеры, которые сталкиваются с общими сложностями. «Двадцатки» и поддерживать все сложности, продвижения, роста и задействовать развитию. Пока мы вместе, мы сможем пройти через сложное время глобальной экономики и, наконец, прийти к устойчивому росту. Уважаемые коллеги, в ходе подготовки к Ханчжоускому саммиту Китай руководствовался принципами открытости, транспарентности и инклюзивности. Мы находились в тесном контакте со всеми членами «Двадцатки». Мы также проводили экскурсии с приглашенными партнерами и слушали мнения и предложения многих других стран. Надеюсь, что в предстоящие два дня в ходе нашей дискуссии мы обеспечим достижение энергетического эффекта от наших усилий, для того, чтобы мы могли выполнить свой мандат по стимулированию мирового роста, укреплению международного финансового сотрудничества и дальнейшему продвижению 2020. Давайте сделаем Ханчжоу новым пунктом отправления на пути к новой экономике. Проложим новый путь от небольшой реки к открытому океану. Благодарю вас. Продолжим и перейдем к рассмотрению темы первого рабочего заседания укрепления координации экономической политики и новый путь к у. Уважаемые коллеги, во-нах по мировой с координации мировой мировой